Я бы хотела поговорить с еще одним гостем, который ждет нас уже на связи. Его зовут Айдер Муждабаев. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите? Да, я вас слышу хорошо. Ну, хотелось бы, конечно, поговорить о том, что сейчас происходит у нас в Украине. На сегодняшний день очень много детей погибает в Украине. Людей насильно вывозят, и статистика ужасно, 131 тысяча украинских детей уже вывезены Российской Федерацией насильно за пределы нашей страны. И для нас похищение детей, убийство детей в Краматорске, убийство детей в Буче, в Бородянке, в Харьковской, в Черниговской области, в Херсонской области. То, что происходит сейчас в Мариуполе, это можно назвать только одним словом. Это геноцид. Как вы думаете, он долго планировался в Кремле? Я думаю, что он долго планировался в каждой Европе, потому что для меня стало все понятно, но окончательно. Понятно, что была Грузия, но там не было тотальности такой, да. Понятно, что была Чечня, которую я прекрасно помню, особенно вторая Чечня. Это было действительно уничтожение людей и городов, да. Сирию там, вы уже упоминали, Дмитрий Чекалкин об этом рассказал, да. Но одно дело, это боевые действия, да, которые могут варьироваться там в зависимости от обстоятельств. А другое дело, это в декабре 2013 года, когда я первый раз, еще живя в Москве, летал на Майдан. И провел на ней на Майдане, еще до всяких выстрелов ничего еще пока не было. И журналисты в московской газете, в том числе, где я работал, тогда поддерживали Украину. Они переключились против Украины, стали ровно в момент так называемого присоединения Крыма. Это произошло как по команде просто, они как зомби стали, да. И вот, а то был декабрь 2013 года, и я приехал в понедельник, наверное, после планеты. Значит, редакционный бар, там все пьют кофе, улыбаются. И такая девочка, людоедочка с сарбонтским дипломом говорит, или кто-то другой, ну, неважно, там все такие, они же москвичи, все такие напыщенные. Вот, говорит, Айдер, ну, молодцы, конечно, украинцы, молодцы, так они борются со своим коррупционером, мы с Путиным так не можем. Слушай, а вот я не понимаю, в чем проблема? А все слушают этот диалог, да. А почему Янукович не может просто вызвать армию и танками раздавить людей на Майдане? И она продолжила пить кофе. И остальные не шарахнулись, у них не вывалились чашки из рук. Ни один верх не дернулся, да. Потом я уже, когда это все усугублялось, я слышал от людей, у которых даже украинские флаги дома висели сначала, да. А после оккупации Крыма они такие, а я бы всех украинцев повесил. Говорит Александр Зильберт, например, мой бывший друг, я хочу, чтобы это имя осталось опозоренным. Вот человек, который был замредактором «Смольской правды», что это советского спорта, да. Он в филе этой газеты, он типа спортивный журналист, как бич такой, бывший интеллигентный человек. Он сказал просто, я хочу, что я хочу всех хохлов повесить, да. Он был пьяный, я на него там наорал, думал, просто действительно пережрал человека. Спросил при людях через неделю, когда увиделись. Он спокойно уже трезвый сказал, да, я хочу, чтобы всех хохлов повесили. Поэтому бомбы не летят сами по себе, они летят ровно от мыслей. И от мыслей не только Путина, потому что большинство россиян, согласно опросам, с любым, да это и меня спрашивать никого не надо, я с кем вот общался, они все говорят, что российская армия не может совершать никаких преступлений, мы освободители, но при этом украинцев, они честно говорят, украинцев надо просто убить в украинских городах, говорят они. Вот, поэтому тут сложно что-то обсуждать и как-то на них какими-то словами действовать. Да, такого рода террористические структуры можно только физически уничтожать. Никто же не вел переговоры с Бен Ладеном, да, или с Аль-Каидой, или с исламским так называемым государством. Россия это страна, у которой все границы, у них нет никаких границ, ни на пытки, ни что касается пыток, ни что касается депортации, но они вернулись сами к себе, к гитлеровско-сталинским манерам, концлагерей, тотальной депортации целых народов, при которых до половины людей погибает просто, да, голодомором, к уничтожению, там, к лишению людей еды и воды, да. Ну, то есть это абсолютно террористическая организация под названием Российская Федерация. Я так ее и называю, ТОРФ, террористическая организация, в кавычках Российская Федерация. Это такое же, это не государство, это такой же фейк, как ИГИЛ, но просто по недосмотру остального человечества, занимающие последние там столетия такую часть суши и океанского берега, да. А все, что мы сейчас видим, они всегда так воевали, и при Суворове в Крыму, и при этом при, как его звали-то, я забыл, Ермолове в Чечне, и потом в Чечне, и потом еще раз в Чечне, и в Дагестане, везде и везде. Это сообщество людоедов, это не нация, не этнос. Мы видим там людей разных условно-национальностей, да. Это россияне, это сообщество людей, объединенных общими преступлениями, постоянно повторяющимися, часто безнаказанными. И вот мы сейчас агонию видим этого русского мира, который на самом деле русская жизнь, это русская смерть. Смерть всем, а в итоге смерть и себе. И поэтому я когда вот вижу вот этот флаг у вас в углу, да, я немножко не понимаю. Ну, во-первых, вы американец нарисовал, ну ладно, это ерунда, все у нас американское, ничего страшного. Вот, но дело в том, что флаг должен быть белым. На этой территории все придется начинать с чистого листа, с очищения сознания людей от величия, от превосходства. Заранее просто кровь убрать с него не получится. Вот так, знаете, убрали кровь, и как бы я не такая, я жду трамвая. У России это не выйдет. Русская оппозиция рано или поздно сможет нарастить такую мощь для того, чтобы как-то поднять вопрос перезагрузки элит. Я с этим не согласна. Но вот нет такой революции во всей истории, там, России, СССР, Российской Федерации, или там и Российской империи, да даже уходя вообще вот вглубь-вглубь-глубь истории, но не было такого прецедента, когда бы люди действительно встали и сказали, мы так жить не будем. Но это не в их свободе. Всегда дворцовыми переворотами руководили люди, за которыми шли военные структуры. Какой вообще может быть сюжет для перезагрузки элит и перезагрузки идеологии на территории России, и сколько на это уйдет лет? То есть это будет опять очередной дворцовый переворот, травят Путина, поставят нового ФСБшника, или это будет гражданская полномасштабная война, но она будет не сейчас, и она будет длиться долгие годы с большой потерей территории Российской Федерации. Потому что сколько людей, столько и мнений, но сейчас все уже говорят о том, что будущего у такой страны, как Россия, его просто нет. Ну, я всегда проматываю вот эти варианты с русской оппозицией, со всякими этими переворотами. Россия потерпит сокрушительное военно-политическое и экономическое поражение, после чего просто на этой территории будет все по-другому. Вот этот флаг, может быть, останется, какая-то территория себе возьмет несколько областей. Остальное же это национальное государство, в которое просто русские захватили власть и Москва, и все. И все богатства принадлежат якутам, татарам, башкирам, бурятам и так далее. Собственно, россиянам ничего не принадлежит, они просто везде расползлись, как плесень, и эксплуатируют эти народы. Я не имею в виду русские атмосферы, я вообще не знаю, как существуют люди. Я вижу восходство, арийцы такие, условно можно смотреть, не же так у народа, арийцы. Они себе придумали, вот такой русский мир, величие, нет границ, и вся такая прочая фашистская абсолютно хрень. Я абсолютно точно знал, как это будет война происходить. Я об этом много раз говорил, писал, никто мне, конечно, не верил. Никто не думал, что так оно будет. Но это мы тоже все проматываем, уже все отрезвели, уже, наверное, кроме каких-то Венгрии еще подкупленных и так далее. Но что насчет элит вообще? Вот я думаю, что я так просто думал, думал над тем, анализировал биографии некоторых современных российских известных людей, всяких и так далее. Они же все потомки НКВДшников. Это потомки не просто выживших, выживших, а потомки палачей, потомки охранников, не диссидентов. Это не дети Сахарова, ментально. Это дети помощников Берии, второго уровня каких-то НКВДшников, ЭГБшных людей. И перестройку эту делали, тоже не диссиденты, их быстро выкинули от отсюда. И вся их культурная элита, если там покопаться, они все дети НКВДшников, они все выросли в поселке старых большевиков под Москвой, условно, в этом переделке, союза писателей и так далее. Это все элита, она элита, это шариковые, просто более или менее похожие на людей, более или менее начитанные. Вот собаку поумнее взяли, вот она поумнее вышла, вот тут поглупее. Шариков просто совсем карикатурные, но образование никак не меняет их ментальность. Я же говорю, я в Москве, в Петербурге, самые ответные фашисты, это бывшие интеллигентные люди, то есть они начитанные, они владеют иностранными языками, но ничего не меняют в их психологии. Поэтому с кем там иметь дело? Кто может сменить мозг? Какая элита? Здесь какой-то авторитет, который придет, очистит им мозги? Но давайте возьмем единственного, который остался условно лидером позиции, Навальный, он что им говорил? Он же втирал им, что грузин надо разбомбить, депортировать всех. Потому что Крым мы нечестно взяли, но не отдадим, как это так. Это вот что? Этот человек может быть моральным авторитетом. Он что, может эту нацию вылечить, что ли? Вот эту нацию надо лечить абсолютной правдой, такой лошадиной дозой правды. Они должны... Ну это Германия, в принципе, проходила, но это излечение невозможно без поражения. Оно может быть по-другому выглядеть, чем во Вторую мировую войну. Но, может быть, другим по времени, тут весь мир солидарен, они практически в одиночку вышли, то есть совсем одурели. Настолько себя сами убедили в том, что никто им санкции не введет. Вот признак такого русского дебилизма элитного, это Медведев, конечно. Это просто дегенерат настоящий, при этом он говорит, вроде умеет, глазенками шарит, где-то что-то там, интервью может давать. Например, абсолютно полный, конченный, совершенно дебил, который сказал, что два дня потерпит, и потом все. А потом парад в Киеве, значит, и никаких санкций не будет. Но вот у них аналитический аппарат работает вот на таком абсолютно шариковском уровне. Кто там может быть элитой? Кто там, ну, условно, Акунин Чхертишвили, это продукт вырождения русской литературы, прошу прощения, от графов Толстых, некоторые единственные, которые можно читать из русских, ну, Чехова еще, да, вот, ну, практически. И вот они деградировали до Акунина, у которого в голове причинно-следственных связей вообще не наблюдается, который защищает какую-то русскую культуру от кого-то. Какой-то вот в момент, когда нужно на коленях перед Украиной стоять, он несет какую-то совершенно физиологическую чушь. Латынина, кто может, да, которая умоляет белорусов, чтобы они не учили свой язык, потому что иначе в Украине вот уже нет русского языка. Надеюсь, что в Беларуси, когда она будет независимой, говорит Латынина, будет главный язык русский. Ну, то есть человек просто не мыслит, у человека нет мышления, у них разорваны вот связи. Это можно так проглядать по любым там, не знаю, по Макаревичу по-любому, по, ну, Шендерович наиболее близок к Кристине, но он тоже родину любит там, для до последнего не будет понимать, зачем Башкортостану отделяться или Татарстану. Ну, я условно говорю, не лично там про него. Да, но вот они, вот Гарри Каспаров, глубоко уважаемый мной человек, пишет статью в момент начала войны с Украиной, там главный тезис, как нам сохранить Россию в ее границах. Ребят, ну вы че? Ну вы че? Ну как это вам это по-русски? Ну вы че вообще? Ну, уважаемые люди, уважаемый Гарри, ну это же вообще, ну это как прийти, я не знаю, там, на поминок и родственникам погибшего рассказывать, как ты будешь ремонтировать свою квартиру, да, а убил тот человек, который живет в твоей квартире, да. Вот, слушайте, разорваны, я никого не обвиняю, да, как угодно, я наблюдаю за этим просто со стороны, ну простите, это ужасно выглядит, все пошло, вот эти рассуждения о будущей России, при том, что к Украине истекает кровь, и ее просто террористически атакуют и уничтожают, это такая пошлость, точно такая же, как этот сцедливый флаг, с которого кровь убрали, белый флаг для начала, полное покаяние, абсолютной, никаких, никаких «но», никаких «а может быть», ничего не может быть, черты все перейдены, это просто большая Аль-Каида, большой ИГИЛ, все, укрыли лавочку, вопрос, сколько крови он попьет, украинской, и, может быть, и не турицких, сколько он попил уже, да, и кто за это ответит, да, рассуждение о будущей России, и, ну, конечно, залезть в крышку гроба, забиться там, но похороны неизбежны. Огромное вам спасибо, Айдер, и я думаю, что на следующей неделе, если у вас будет возможность и будет желание, я бы хотела поговорить с вами в своих эфирах, и я надеюсь, что вы все-таки встретитесь в эфире с Питером Залмаевым, я буду очень ждать этого эфира и этого интервью.